В Ульяновском клубе дзюдо Симбирск проходит необычная тренировка. Борцовские приемы и методы их изучения, как и раньше. А разница в участниках. Половина из них китайские спортсмены. Они приехали в Ульяновск пару дней назад для участия в международном фестивале единоборств Олимпийское единство России и Китая. В нашем регионе он проводится впервые. Китайские спортсмены – это ребята азиатской школы. У них такой более классический вид борьбы. И поэтому нам, россиянам, очень интересно с ними работать. Подобные тренировки вместе с российским спортсменом проводят не только китайские дзюдоисты, но и борцы классики, борцы-вольники, боксеры и тэквондисты. Всего около 50 гостей из Поднебесной. Для них разработали и обширную культурную программу с посещением Дома-музея Ленина, Ленинского мемориала и прогулкой по Венцу, где китайская делегация обнаружила несуществующий в природе китайский иероглиф. Мне очень нравится ваш город. Вчера мы посетили Дом Ленина и также Мемориал Ленина. Мы смотрели на потрясающие виды города Ульяновска. Мне очень нравится река Волга. И все же тренировки на первом плане. Они проводятся в двухразовом режиме. Первое утром, второе вечером. Спортсмены отрабатывают приемы, методы совершенствования, работают над физической подготовленностью. В эти моменты отдыхают только переводчики. Языкового барьера как такового нету. Хоть и наши не понимают по-китайски, и китайцы по-русски. То есть мы, получается, даем задание, и они выполняют все одинаково его. На тренировке переводчик нам не нужен. Язык борьбы универсальный. Уже завтра в программе фестиваля Олимпийское единство России и Китая финальный аккорд. Соревнования в универсальном спортивном зале «Новое поколение». 17 часов церемонии открытия. А сразу после нее финальные схватки по дзюдо, борьбе, вандо и боксу. Зачет командный. Михаил Сашанский. Новость Ульянской правды. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова